друзья всем привет продолжаю собирать свой трахторок после замены моста и как в прошлом видосе я уже говорил что передвинул площадки вперед на 4 сантиметра и у меня оказались короткие тросики не достают до крепления поэтому сейчас первым делом исправляю этот момент если кто еще не догадался как это будет происходить обязательно смотрите видос до конца решение есть и она очень простое также помните да мужики что я задний мост сделал на колею 70 так же как и передняя балка сейчас здесь вставочку сделаю чулок готов на колею 70 мужики сейчас проверяем центра ставлю на 68 смотрим центр есть все колья ровно 70 и опять сейчас кто-то скажет так ты же поставил на 68 друзья нет барабанов нету барабанов как только станут барабаны колья автоматически станет 70 вот так как там у меня раздельные тормоза арифметика простая плюс 2 сантиметра на барабаны когда уже мост собрал полностью поставил тормозные значит колодки из тормозные барабаны колеса померил колею и колея соответственно получается 68 сантиметров вот как то так кто догадался почему так обязательно оцениваем пишем комментарий кто не знает почему так произошло объясняю мост я буду еще растягивать растягивать до 70 колеи как это будет происходить смотрите в этом видосе все друзья тросики стоят на месте тормоза работают отлично как многие могли подумать буду ставить новый трос нет это слишком долго у меня все намного проще крепление отрезал от подножек и приварил их до планки которая держит коробку вот такие вот дела и добавил по два звена цепи так сказать тем самым удлинил все это дело все отлично теперь чтобы снять коробку она когда открутится коробка чуть подается вперед тросики выводятся вот здесь и зацепление и в сторону и коробка спокойно выезжает и даже отключать не надо точнее откручивать также и ставить вот такие вот дела все переворачиваю мою коробку устанавливаю и собираю полностью трактор все карабасик отмытый обалденно сейчас меняю прокладки и наверно вот этот привод спидометра уберу поставлю глушечку вместо него зачем он нужен такой аппендицит я его называют как-то так друзья сюрпризы продолжаются снял пыльник чтобы разобрать все это дело оказывается здесь вот такая бяка бука соскочила стопорное кольцо пружина не задействована а еще думаю чем я задняя уже полгода как включается без нажима думал может какая-то там выработка чё на там просто рычаг отводишь и все сейчас попробую показать вот он рычаг нейтралочка смотрите вот она включилась задние вот вращают вращаю в ту сторону овал крутится в другую все работает единственно вот задняя включается без нажима хотя вот рычаг должен стоять вот так вот такая бывает штука мужики сейчас исправим вот мужики горчица уже сантиметров 15 поднялась на что я сеял нормально так прям сплошняком короче друзья вскрытие показала то что здесь под и кулис ставится под вот этой штукой вот здесь не было прокладки просто прикручена прокладка стояла между вот этой и вот этой две штуки ну кто-то очень очень грамотный собрал именно вот так поэтому все было в масле это пинцет у меня держит пружину такой медицинский зажимчик также и ставлю это когда разбирают карабасы но эту коробку я не разбирал поэтому так сейчас надо работаю еще вот эту канавочку сделаю и пропил небольшой так чтобы штопорное кольцо хорошо цеплялась пройдусь на миллиметровым диском аккуратненько сделал как показать и конечно не знаю на свет небольшой пропил и напильничком аккуратненько сделал такую острую кромку такую зацепчик вот замечательно получилось также колечко подогнул посильнее я думаю уже никуда не денется все собираю на на герметик на прокладки на герметик и так поставил скоба зашла замечательно и теперь сейчас я ей еще сделаю дополнительный замок мужики чтоб уже такая беда меня не подстерегала вот так вот и скрепский из канцелярской согнул вот такую штукенцию и сейчас я ее надо вот снизу не видно до шайбу отожму поставлю она прижмет ее и потом эти кончики загну чтобы уже наверняка сейчас покажу вот таким образом она у меня стала снизу ее прижала шайба а теперь просто вот эти кончики надо подогнуть удобно конечно и камеру держать и загинать их но тем не менее сейчас загну второй все вот так это дело мужики получилось я надеюсь видно наверное фокус такой плохой ну да ладно не хочет фокусироваться вообще все теперь я думаю никуда она не денется сейчас ставлю третью прокладку и все это дело закручиваю ну так все просто и так мужики аппендицит удалил заглушил рычаг теперь работает так как надо задняя соответственно с нажимом окажется это все очень просто ну вот пока трахторок собирал еще один мост укоротил на колею мужики 66 но человек делать трахторок на такой колье и еще он дополнительно запасная полуось вот пожелал так пожалуйста никаких проблем все продолжаю собирать установил движок на свое место подогнал капот помните да капот у меня немножечко кто там помнит кто не помнит посмотрели и забыли когда делал капот здесь у меня стояла перегородка вот этого вот это вот мужики перегородочка и она становилась между баком между баком и глушителем ну и фильтром да соответственно вот так вот когда капот закрывался она съемная у меня прикручивалась там крепление вот ну соответственно двигатель расположение немножко расположение другое все она уже упирается поэтому вот как знал что возможно когда-то вот эта штука будет мешать поэтому изначально ее сделал на съемный перегородку а теперь все это дело чудесно замечательно становится ничему и никому абсолютно мужики не мешает осталось мелочевка сделать крепление для заслонки чтобы закрывать трос поставить крепление буду делать как на желтом тракторе из удлиненной гайки под м10 мне очень понравилось но те кто видел знают запомнили поэтому себе буду делать точно такое же легко быстро удобно и место но не занимает и голову ломать не надо так осталось разулю поставить трос газа перекинуть крепление вот на вот это вот отверстие и там сделать уголок чтобы держался тросик и дополнительную пружину кинуть чтобы она его педаль отбивала назад вытягивала трос вот такие вот дела соответственно поменять шнур более длинный поставить чтобы так сказать ручной стартер вывести в кабину кстати уже все подключено аккумулятор стоит все заводится вывел вот так ключи сбоку так что что еще ну шкивок я уже говорил да поеду сейчас куплю поставлю накину ремни все остальное до собираю и он уже будет на ходу мужики останется сделать крепление для крыльев чтобы их приподнять там чуть-чуть доварить надо будет и возможно сделаю еще небольшие крылья спереди на этом на этом модернизация закончится вот как то так ладно итак видос получился длинным всем пока кому понравилось мужики не забываем оценивать с вами был санек скоро увидимся сейчас мужики ходил магазину там мотоблочный алтам рынок купил шкивок на двадцать двадцатый вал тут написано значит на рынке такой шкив стоит 600 рублей он прошелся там два квартала не стал ехать она тут нигде не станешь потом не не этот самый и стоит два шкива рядом оба на двадцать говорю покажите мне а дает оба я смотрю профиля короче один стоит 600 рублей а другом написано цена 350 я говорю продавцу а в чем разница она смотрит на них говорит да нет они абсолютно одинаковые говорю если абсолютно одинаковые давайте заберут за 350 и пробку на бензобак купил другую с пружиной которая когда чуть не забыл надо же поменять колею на нем потому что между мы интересно всем как из 60 68 сантиметров сделать 70 я уже не раз в своих видосах рассказывал что чего зависит при расчетах вот поэтому сейчас возьму штатив чтобы это все дело в руках не держать и наглядненько покажу как растянуть мост до нужной мне колеи в общем показываю для тех кто сидит на канале давно а видосы мои не смотрит берем для удобства табурет сажусь вот так вот и слегка совсем слегка начинаю мост чулок растягивать но не сильно иначе можно мост порвать слегка в одну сторону подал на сантиметр и также с этой стороны подаю на сантиметр слегка вот так все сделаю это не первый раз мужики поэтому своих силах уверен даже вот камеру выключать не буду сейчас сниму еще раз ставлю на центр вот видно один да он идет идут пупырки и соответственно колья становится мужики 70 сантиметров вот теперь наверное точно всем пока